Процесс госзакупок должен быть максимально открытым и прозрачным. Об этом заявил глава региона Александр Цибульский в ходе рабочей встречи со своим заместителем Сергеем Боенко, который, среди прочих, курирует и данное направление деятельности. С начала текущего года в Ниндском округе состоялось более полутора тысяч конкурентных процедур, более чем на 6,5 миллиардов рублей. Экономия составила более 240 миллионов или 3,8 процентов. Закупки у субъектов малого предпринимательства составили 950 миллионов рублей. Основная задача, конечно, это прозрачность. Здесь проведена работа по централизации определенной. Мы на сегодня забрали в том числе и у унитарных предприятий закупки объемом более 3 миллионов рублей. Это и прозрачности, и контроль. И посмотрим, как это будет работать. Возможно, этот порог будет еще, будем выходить с предложением, его снижать. И в том числе выходить на закупки, и в том числе по унитарным предприятиям, чтобы госзаказ ввел консолидированные закупки. Открыто проводить торги позволит и заключенное в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения о сотрудничестве между Ненецким округом и Москвой при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков». С 1 января текущего года в Ненецком округе в тестовом режиме работает электронный магазин малых закупок, который в дальнейшем будет сопряжен с «Порталом поставщиков». Вообще в Москве наработан хороший опыт. Нам в любом случае надо брать его за основу. То, что вы правильно сказали, это подписное соглашение о закупках в малых объемах. Там действительно у них такой созданный программный продукт, который делает этот процесс крайне, не крайне, а достаточно открытым. Люди могут за ним смотреть и контролировать, в том числе, если вдруг туда попадают какие-то недоработки. В это направление надо двигаться и вообще посмотреть платформы, которые действуют в таких передовых регионах, которые уже достигли хорошего результата, в части и, с одной стороны, оптимизации процесса закупок, а с другой стороны, как я уже говорил, чтобы он был максимально общественно открытым. Между тем, отметил Александр Цибульский, процесс закупок должен находиться под пристальным контролем, чтобы избежать любой минимальной возможности для злоупотреблений.